Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Докатываем тактику... В общем-то мы готовы уже к старту... С прикормкой мы разобрались... С подачей живности разобрались... С дистанциями более-менее понятно... Есть ощущение, что... Рыбалка понятна... Очень мало рыбы... Прямо штучная... Но... Есть определенная система... Я надеюсь, что... Мы не ошиблись... И эта система позволит нам... В турах... Ловить чуть больше, чем... Соперники... Моя-лога... Моя-лога... Возьмите... Несмотря на то, что водоем, а это река Волга, богат рыбой, сейчас в месте проведения соревнований с ней не все так хорошо. В принципе есть разные тактики, но они в общем-то все упираются в дистанцию ловли, сейчас большинство команд пытается ловить достаточно далеко, это 40-50 метров, потому что на ближней дистанции есть сложность связанная с очень резкой бровкой, там навалены камни и очень часто зацепляются кормушки, отрываются поводки. И в целом очень сложно оттуда вывезти рыбу и все стараются уйти подальше, чтобы вдалеке подсечь рыбку, быстро мотать удочку, выматывать быстро снасть, чтобы рыбка успела подняться над этой бровкой и уже ее протаскивать до подсака. Сейчас наша команда Волжанка отрабатывает уже финальные штрихи по своей тактике ловли на завтрашний день, завтра первый тур, посмотрим насколько нам удалось разобраться уже по ходу самих соревнований. В целом рыбалка очень сложная, интересная, но и в целом, как и на любой сложной рыбалке, здесь получается бесценный опыт, поэтому мы очень рады, что нам удалось выбраться на это соревнование и попробовать здесь свои силы. Находимся мы тут уже 7 дней, каждый день рыбачим, каждый день ловли меняется и вопреки ожиданиям погода наладилась. Мы приехали и ловили вообще в зимних костюмах, сейчас очень жарко, 29 градусов, парит, штиль, мы ждали, что вода прогреется и рыбка активизируется, но получили обратный эффект, вода прогрелась, рыбка сварилась, перестала клевать и вылетел пух. По воде несет пух, очень тяжело ловить, набивается на леску, ломаются вершинки, ну, такие технические сложности, которые мы пытаемся преодолевать. Рыба на самом деле очень мало, прям вот очень мало рыбы, ну, как бы для волги это как-то неестественно. Ну, приходится что делать, приходится ловить, либо всякие лещи нерестятся, либо холодная вода, либо теплая вода, либо это здесь очень сильно зависит еще от течения. То есть есть течение, хорошо, нет течения, плохо, никуда ветер дует, просторы огромные, все это очень сильно влияет на рыбу. Ну, словно говоря, в прошлые выходные был ветер, сильный ветер и холодно, ну, и как бы рыба клевала. Ловы, конечно, небольшие, но поинтереснее, чем сейчас. А все, ветра нету и рыбы нет. Ну, ребята из Куру очень плохо ловили, они на предтурнире были, вот, и как бы они, собственно говоря, выиграли. Ну, потом это самое, ну, естественно, московские команды, там, Дунаевцы, Алвеговцы, там, ну, и, собственно, тоже ребята там в Нижнем Новгороде есть умеют ловить. Так, собственно говоря, ну, как бы слабых, слабых соперников уже нету. Регионы все подтягиваются, все хорошо. Ну, там, питерские команды, когда-нибудь три команды приехало. Поэтому соперников много серьезно. Сектора размечены. В сектор можно занести платформу вещи после, ну, до входа в зону, чтобы... Занес, вышел. Занес и вышел, все. Тренерский состав ходит сверху, может, за линией. Так же, как и... За какой линией? Там красная ленточка. На полчаса раньше в ход зону, но жеребевка также осталась 8 часов. Ну, то есть, как бы, я так понял, что если кто-то надолго будет жеребиться, то... Придется двигать им. Придется быстрее, ну, как бы, двигаться. Вот. Рыбы очень мало. Каждую рыбу встаем на вываживание. Встаем, удочку наверх мотаем. Прям каждую. Бычок, акуньок, неважно. Всю рыбу берем в подсад. Потому что рыбы прям очень-очень мало. Аккуратно вываживаем. Мотаем быстро до бровки. Когда прошел бровку, не надо мотать быстро, потому что там глубина метр, кормушка выскакивает, рыба отваливается. Первое время ловим в районе 30 метров, ну, то есть, чуть дальше. 30-40. Ну, да. Вот этот метр балл... Это над бровкой? За бровкой. Внизу, да. Внизу бровки. Ловим, стараемся поймать активную рыбу. Дальше, если у нас пролет, уходим за 50, да? Через 400 метров поверните на брово. Санкт-Петербург-1, Новиков. Стиварская республика, Васильев, А. Свердловская область, 1. Печеркин. Датарстан, Шереметьев. Девогородская область, 2. Печерев. Смотри, ты ловил 36 и 45. Ты находишь на мягком дне, там будет такой друг-друг, и все. Вот этот друг-друг, это все, что надо. Мы находимся на берегу реки Волга, в зоне соревнований. Сегодня первый тур Кубка России по ловле донной удочкой. Прошла жеребьевка. Все команды определились с местами нахождения в зонах, с секторами. Команда Волжанка также уже разъехалась по зонам. Все свое оснащение и оборудование спустили вниз в сектор. И вышли из сектора. По правилам, до сигнала «вход в зону» находиться в секторе нельзя. И вот мы сейчас ждем сигнал «вход в зону», после чего спортсмены спустятся и начнут непосредственную подготовку к туру. К сегодняшнему дню предшествовала недельная, я не боюсь этого слова, подготовка. Команда прибыла сюда еще в прошлую пятницу, в преддверии местного чемпионата республики Чувашия. Наша команда участвовала, Волжанка участвовала в этом Кубке, заняла второе место командное и второе место личное. Так что у нас какое-то представление о водоеме, как нам казалось, имеется. На самом деле все пошло на следующий день не так. Если бы уловы достигали во время соревнований до 3-4 килограмм, то в последующие дни количество рыбы уменьшалось с геометрической прогрессией. Были моменты, когда команда за тренировку не видела поклевки. Вчера была уже официальная тренировка, и, как показалось многим, рыбка подошла. Немного, но она подошла, и практически, в общем-то, ну, наверное, все были с рыбой. С рыбой это значит либо вот такая рыба, вчера поймали лично 3 килограмма одного, либо вот такой вот маленький окунек, бычок, что-то такое. Все надеются, что сегодня ветер усилился, возможно, рыба будет посмелее и подойдет ближе к берегу. Разобрались ли мы с водоемом? Трудно сказать. Наверное, можно утверждать, что разобрались, или, наоборот, сомневаться в этом. Только тур покажет. Тур покажет. Разобрались мы или не разобрались? Будем ловить по мере того, как будет меняться ситуация. И тактика также у нас не одна, несколько вариантов тактик. Будем подстраиваться под ход событий. Спортсмены все сильные у нас в команде, опытные. У нас куча помощников. Будем надеяться, что мы справимся с этой задачей и хотим попасть в призы. Задача тренера, она и простая до безобразия, и очень сложная. Я все больше и больше склоняюсь, что роль тренера – это психологическое состояние спортсмена. Как во время тренировок, так и во время непосредственно тура. И очень важно, когда спортсмен, а такое нередко случается, в туре, находясь в туре, по каким-либо причинам просто потерялся. Он вроде бы и опытный, и психологически устойчивый, но все идет не так. Вот все идет не так. И у него такое состояние, он не знает, что делать. Вот в данной ситуации тренер должен подойти, его вернуть в нормальное состояние. Уж каким способом он это делает, это второй вопрос. Либо крепким словцом, либо погладив его по головке. Надо человека вернуть в нормальное состояние, чтобы он начал соображать. Соображать и делать то, что он умеет делать хорошо. А то, что, допустим, ты должен забрасывать вот так, а не так, это все глупости. Уровень спортсменов настолько высок, что они прекрасно понимают. Какими снастями ловить, как забрасывать, на какие насадки, какие прикормки. Все они прекрасно понимают. Поэтому я все-таки больше склоняюсь к тому, что психология. Самое главное. Мы с вами присутствуем сейчас на Кубке России по фидерной ловле. Ну вот мне посчастливилось два дня быть старшей зоной. Значит, ну что, в общем-то, правило. Спортсмены здесь все сильные, все знают. Очень сильная волна. По правилам передние ноги не должны стоять в воде. Поэтому вот сейчас мы смотрим за этим моментом. Плюс ограничили сектор. Тоже вот до первой плиты. И некоторые спортсмены не могут колышки воткнуть. То есть приходится передвигаться. Вот. А так, в общем-то, сейчас скоро будет проверка прикормки. Пойдем проверять у спортсменов. Выдадим всем номерочки согласно списку. Все. И спортсмены готовятся. Мы следим за соблюдением всех правил. Плюс спортсмен выходит из сектора через разрешение судьи и заходит также через разрешение судьи. Также тренер может зайти к спортсмену в сектор тоже с разрешением судьи. Поэтому мы должны здесь внимательно смотреть, отслеживать моменты. Любой санитарный выход тоже через судью. Ну и плюс здесь, на этих соревнованиях, некоторые виды рыб запрещены к вылову. Поэтому спортсмен, чтобы не совершить ошибки и в дальнейшем, чтобы не получить санкцию, он приглашает судью, и мы смотрим, можно ли эту рыбу брать в садок, либо нельзя. Втроем пойдем на взвешивание. Один с треногой, один записывает, а один взвешивает. Пять зон, соответственно, пять весов и пять судейских бригад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двадцать восемь команд участвует. Основными нашими соперниками, можно считать, московские команды, Рязань, Питер. Ну, наверное, кто-то еще, но в основном это московские команды, Питер, Рязань. Надеюсь, что мы после первого тура покажем достойный результат. А достойный результат это в Пятерочку попасть и не слишком отстать от лидеров, чтобы можно было на второй день, в случае необходимости, как бы его догнать и занять больно государственное место. Ну, пока сказать что-либо конкретно о ловле трудно. Рыба трудовая. Вот сейчас уже Олег Молодцов там разловился, потихоньку начал ловить хорошую рыбу. Посланчик с нас тоже хорошо ловит. Сейчас корректируем действия остальных спортсменов, чтобы как-то приблизить их к той скорости, которая нам необходима. Ну, вот в процессе, наверное, ловли мы еще вернемся к этому разговору. И пока у меня больше нечего вам добавить. Там что-то большое, да? Да. Здоровенный! Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это была отскоченная дистанция, запасная, которая, когда у тебя совсем рыбы нету, ты тогда идешь туда. Ты собираешь все, что есть. А тут, видишь, все получилось. А тут как бы нормально можно собрать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, всегда вам дела обстоят, не знаю, не плохо. Давайте поймать большого язя, подловить окуньков, немножко еще поймать язиков. Ну, короче, вот ближняя точка, ветер, рыба была. Ну, как обычно, часа через два-два с половиной, все им все скисло. И будем сейчас пробовать либо ее раскачать, либо добирать окуньки. Ну, короче, все, что плавает, ногами, потому что вдали процесса нет. Я думаю, где-то около килограмма трех поймал. Ну, посмотрим дальше, что будет. Финиш! Кило семьсот девяносто. Это хороший вес, для этих соревнований. А второй вес надо сделать. Больше пяти не делаешь? Семнадцать, четыре, пять, пять, два. Согласен? Восемь. Ну, а суммарно сколько получилось? Восемь. Закончился первый тур. Результаты таковые. Молодцов, Зуня первый, Посланчик второй в своей зоне. Сиридюк четвертый. Максим Семенов шестой. Алексей Ромашин одиннадцатый. Всего у нас 27 баллов. Это гарантированно в тройке лучших команд на этом первом туре. Мы пока не знаем общего распада, потому что не сведены таблицы все, протоколы. Предварительно вот 27 баллов. Это позволяет рассчитывать на то, что мы вот в самом верху. Первый, второй, тридцать, четвертый. Вот, первый. Это здесь. Сейчас будем анализировать наше выступление, делать какие-то поправки, вносить. Готовиться к второму туру. По-разному. Вот у Посланчика работало метров 30, у Олега метров 20. Ну, эту информацию, как правило, стараемся не говорить. Но поскольку мы сейчас говорим на перспективу, то можно сказать, что работали действительно с дистанцией 20-25, 30 плюс. И изрецы работали с дистанцией 50-60. Наибольший вес в какой-то из зон 7 килограмм. Олег проиграл совсем немножко, тоже около 7 килограмм. У него очень хорошие шансы наличку. Если завтра он выступит так же хорошо, то у него хорошие шансы быть очень высоко в личном зачете. Ну, пока загадывать не будем. Все придет пока штатно. Мы, в общем-то, в общем довольны, в общем результате.